Добрый день, коллеги. Я сегодня с не очень техническим докладом, скорее с обзорным. Почему я хочу сделать этот доклад? Я на самом деле уже его делал на техно-дне, в смысле на техно-день в Питере, потому что очень часто сталкиваюсь с мнением разработчиков из числа партнеров, которые считают, что в Питере 24 надо работать обязательно в коробке, и других вариантов нет. И вообще очень сложно сейчас партнерам, я подозреваю, что, не ошибусь, если сделаю предположение, что большая часть находящихся здесь разработчиков и партнеров, это те, кто пришли из… ну не то, что пришли из веб, являются, наверное, разработчиками в веб-студиях, и их опыт разработки связан прежде всего с разработкой сайтов, интернет-магазинов, да? Или нет? Кто в основном с магазинами работает или с сайтами? Ну или имел опыт такой? Окей. Мы понимаем, что рынок веб-разработки, он сейчас, вот прямо сейчас, хотя мы, наверное, уже последние пять лет это все тут на партнерках озвучивается, он меняется. И то, что раньше было востребованным, та самая разработка сайтов, интернет-магазинов, ну положа руку на сердце, востребованность этих услуг, она сейчас начинает падать. Я думаю, часть из вас это уже заметили, а часть, наверное, еще не заметили, заметят это чуть позже, но заметят обязательно, потому что поменялся рынок, и нет такой уже серьезной потребности в каких-то сепаратных ресурсах, в своем интернет-магазине и так далее, и так далее. И встает вопрос, чем же заниматься сейчас в веб-разработке? Каков круг задач, которые вам придется решать, если вы хотите остаться на этом рынке, хотите продолжать заниматься веб-разработкой? Если то, чем вы занимались, ну сейчас уже становится не очень востребованным. Мы, конечно, видим, если вы хотите оставаться в партнерской сети, хотим предложить вам альтернативу развития веб-разработки в сторону Bitrix24, по понятным причинам. И именно поэтому я хочу сейчас сделать вот этот обзорный доклад, чтобы дать вам общую картину, которой часто не хватает, для того, чтобы понять, а где, собственно, место разработчика вот в этом продукте. И постараюсь рассказать во всей, так сказать, полноте, чтобы у вас вот эта картина сложилась, и дальше уже было понятно, а где нужно искать, что в документации, в какую сторону развивать свои компетенции и так далее, и так далее, и так далее. Итак, Bitrix, не надо сюда подходить, да? Bitrix24. Каков, ну такой общий план задач разработческих, я сейчас говорю именно про разработку, которые приходится решать с Bitrix24? Ну, самое частое, с чего начинается знакомство с B24, это какие-то интеграционные истории. Когда приходит клиент и говорит, вот у меня есть XL, нужно данные мигрировать в B24, мы решили пользоваться CRM, вот у нас вот тут накопилось, как-то перенесите. Или нужна какая-то сложная интеграция двухсторонняя, там с 1С нестандартная, с какой-то другой учетной системой. Вот с этого обычно начинается, это уже разработка, и на этом можно специализироваться. Дальше начинаются различные кастомизации, когда клиенту нужны доработки, ему не хватает стандартного функционала. Или ему нужны какие-то дополнительные отраслевые сценарии, не заложенные в продукт. А так всегда будет, потому что отраслевые сценарии в Bitrix24 мы включать по понятным причинам не можем. Во-первых, очень много, и всех их загонять в продукт это тяжело. А во-вторых, для таких сценариев нужно обладать экспертизой, которой у нас, как у разработчиков платформы, может и не быть. А у вас, как у внедренцев, они могут быть. И, наконец, третий круг задачи, это когда вы уже набрали компетенций, разработческих и продуктовых, или наоборот, у вас эти компетенции были, вы знаете, какую-то отрасль, я не знаю, недвижку автоматизировали всегда. Вы понимаете эти сценарии, которые там нужны для вашего круга клиентов. Это может быть очень узкий даже круг клиентов, но вы его хорошо понимаете и знаете. Если вы видите, что там есть деньги, то вы можете выходить на этот рынок с продуктом, основанным на Bitrix24 в виде готовых решений. Как писать? Вы все знаете, что есть в Bitrix24 коробка и в Bitrix24 облако. И постоянно я сталкиваюсь с мнением о том, что если нужно что-то пилить, то разработчик всегда должен иметь дело с коробкой. Как только приходит клиент и говорит, мне нужно чего-то там куда-то вставить, он сразу начинает предлагать коробку. Почему? По той же самой причине, что большинство из нас вышли из веб-разработки на бусики. Все же на бусики писали, правильно? И очевидно, что имея компетенции в этой области, что мы хотим сделать? Мы хотим взять коробку, потом взять PHP, компонентик туда, компонентик сюда, шаблончик перезаточил. Шикарно. И это, конечно, здорово все. Это замечательно, но это, на мой взгляд, это очень рискованный подход по той простой причине, что Bitrix24 это не бусик. Бус — это платформа, предназначенная для разработки кастомных решений. У нее есть ядро, и у нее есть какая-то публичная часть. И подразумевается, что вы эту публичную часть сами пилите, и вы за нее отвечаете. И все обновления, которые потом в бусик валятся, они вашу публичную часть не трогают. Изначально. В Bitrix24 это совершенно другая история. Несмотря на технологическую похожесть, и, в общем-то, ну, это, по сути, технологический один и тот же продукт. Но Bitrix24 — это продукт для конечного пользователя. Он весь состоит из публичной части. И если подразумевается, что вы для кастомизации должны эту публичную часть перезапилить как-то, то вы получаете все риски, связанные с этим. Проблемы с обновлениями, выходит новый функционал. Сейчас Сергей рассказал про магазины. В чатике ваши клиенты с перепильными коробками прибегут и скажут, блин, нам это вот все срочно надо, извините, с вас еще полтора миллиона рублей, потому что нам надо это дело включить в наши скрипты, и потом еще раз допилить то, что мы уже для вас делали. На третьей такой итерации ваш клиент скажет, да вы нехорошие люди, и уйдет к другим. Потому что риски, заложенные вот в такую кастомизацию коробки, они серьезные, значительные, нужно их понимать и по возможности, на мой взгляд, избегать. А что касается облака. Там таких рисков нет. Хотя кажется, что там ничего нельзя дорабатывать, а ситуация обратная. В коробке у вас есть все средства, чтобы эту коробку испортить, то есть полная свобода. Но на самом деле это минное поле, потому что чуть-чуть вы неправильно что-то сделали, где-то что-то отвалилось. В облаке ситуация обратная. Мы с одной стороны даем ограниченный набор инструментов, но в рамках этих инструментов вы можете творить, что хотите вообще. Такая диалексика разработки. Чем хороша разработка на REST? Она работает и в облаке, и в коробке. То решение, которое вы запилите не на PHP, а на REST, вы сможете давать своим клиентам любым. Это кардинально расширяет круг потенциальных пользователей. Озвучивали цифру в 5 миллионов регистраций на текущий момент в облаке. Коробка никогда не будет иметь столько регистраций. Если вы занимаетесь только разработкой на коробке, вы себе сильно режете потенциальный рынок. Сложно найти PHP-шных программистов сейчас. Или еще хуже скажу, программистов, которые знают битрикс управления сайтом. Есть тут темлиды? Это ты спрашиваешь, да? Да, это я спрашиваю. Ну как, нормально? Много там предложений. О чем я говорю? Когда речь идет про разработку на REST, вы не ограничены технологиями. Потому что REST — это просто протокол HTTP запросов. На чем вы будете его делать? Вообще нам все равно. Из Visual Basic вызывайте REST. Реально говорю, как без проблем. 1S сейчас интеграция, которую показывали, и которая работает двухсторонним обменом, она пользуется REST из 1S. Вот там написано. Для… И там вот это вот все. Она спокойно дергает REST, и никого это не парит совершенно, потому что нормальный протокол. Вы не ограничены в выборе технологии разработки. Вы можете вот этих студентов, молодых, привлекать тем, что все фреймверк нужен. Да на! Вот он там на Vue хочет писать. Да замечательно там. Angular. На, 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 давай. Пиши на чем хочешь. Главное, чтобы REST дергал правильно. И никаких проблем с авторскими правами. Потому что вы на приложении для Bitrix24 — это веб-сервис. Ну я еще про это позже немножечко расскажу. Чтобы спереть веб-сервис, надо очень сильно постараться. А скопировать модулечек, который вы в коробочку положите, даже если вы сделаете готовое решение, очень даже легко. И никаких рисков потери совместимости. Потому что если в коробке, в публичной части, мы не гарантируем поддержку совместимости. Честно скажу, вообще никто по этому поводу не парится и не будет париться. Наша задача — обеспечить пользовательский функционал. Поэтому от того, что мы завтра там где-то поменяем верстку, а у вас все поедет. Ну как бы вы сами себе злобные буратины. Когда мы говорим про REST и про возможность встраивать интерфейс через REST, мы поддерживаем обратную совместимость. Как бы не менялся функционал продукта с нашей стороны, ваши виджеты будут продолжать работать. Поэтому дальше я только про REST. Уже извините, про коробочку я не буду. Все уже поняли, что я про это думаю. Мы решили делать что-то. На заказ ли или… Ну давайте так вот, даже на заказ. Какие есть варианты у разработчика для BDX24 на REST? Я сейчас специально не буду говорить для облака, я говорю на REST, потому что неважно, в облаке это будет или в коробке. У нас есть два варианта, которые называются приложениями. Это тот самый веб-сервис, то есть некий код, который лежит на вашем сервере, или на сервере заказчика, неважно, на третьем каком-то сервере. И что-то делает. То есть в какой-то момент он обращается к REST to BDX24. Есть тиражные решения и локальные. Они технологически ничем не отличаются. Это просто способ получения авторизации. Для того, чтобы дергать REST, нужно использовать протокол OAuth 2.0. Есть куча вебинаров по этому поводу, которые мы делали, и все в документации есть, и курсы с готовыми заготовками, с начальными заготовками, где все это можно посмотреть. Разница между вот этим и вот этим заключается в том, что для получения, точнее продления, ой, господи, токенов в тиражных приложениях выдается одна пара ключей, и потом в это приложение можете ставить на неограниченное количество BDX24. А в случае локального приложения вы делаете приложение под конкретные порталы, это, как правило, это кастомная интеграция какая-то, кастомный функционал под конкретного клиента. Там выдаются ключи, которые на других порталах будут уже неактуальны. Вы не сможете копию этого приложения поставить еще куда-то. Именно этот экземпляр. Для чего это нужно? Это нужно зачастую для решения задач клиентов, когда у вас есть некая стандартная заготовка, ну такой полуфабрикат, которая что-то делает для недвижки. Люблю почему-то я эту тему. И приходит к вам клиент и говорит, ну в принципе вот у вас уже мне понравилось, что вы делаете, но нам нужно слегка другое. Мы берем эту стандартную заготовку, Ctrl-C, Ctrl-V в другое место, вот физически прям, вставляем туда новую пару ключей, допиливаем под этого клиента. У нас два веб-сервиса. Для первого клиента и для второго придет третий, мы ему сделаем третью копию и так далее, и так далее. Если вы понимаете, что всем нужно приблизительно одно и то же, ну тогда лучше через партнерский кабинет сделать как бы тиражное решение, его не обязательно даже публиковать. Тут вопрос в том, что если приложение размещено в партнерском кабинете, мы ключи по-другому немножко раздаем. И есть вообще уникальная штука, которая называется веб-хуки. Это для легкого старта и на самом деле для кучи практических задач, которые решаются для конкретного клиента. Когда нет ключей авторизации, выдается, ну условно, один токен вечный, он не протухает, и вы с этим токеном тупо дергаете rest. Обалденная штука. По нашей статистике сейчас порядка 70 тысяч, ну на самом деле больше, порталов используют веб-хуки вот прям сейчас. То есть это показывает тот огромный круг интеграционных вопросов, в которых нуждается рынок Bitrix24. Вот реально они 70 тысяч веб-хуков туда-сюда данные гоняют. Это могут быть очень простые интеграции на самом деле. Кто-то куда-то на TFK-шки кидает или получает на TFK-шки из какой-то внешней системы. Сценарии-то могут быть самые разные. Ну есть простой способ этим воспользоваться. Я для чего все это рассказываю? К вам приходит клиент с конкретной задачей или вы начинаете решать конкретную задачу заранее. Вы должны понимать, какими средствами лучше всего это решить, с наименьшими трудозатратами. Вот это технический способ работы с REST. Есть совсем простой, есть посложнее во всей полноте. Выбирайте, что лучше подходит под вашу задачу. Выбрали способ, как теперь этим всем пользоваться. Вот по сути все разделяется на две части. Если вы смотрели документацию по REST, а я надеюсь, что здесь присутствуют такие люди. Мы всегда традиционно придерживались терминологии типов приложений. Там было приложение первого типа, второго типа, третьего. Сейчас, в общем-то, становится понятно, что это немножко людей путает. По сути все сводится к одному разделению. Есть веб-сервисы на своем сервере и есть статичный HTML с JS, который выполняется в браузере клиента, когда он загружает эту HTML, и через JS, через нашу либу. Ваше как будет это приложение, если его можно большим таким словом назвать, дергает REST на битрикс24. Закрыл человек страничку, уже ваше приложение никого не дергает, не получает никаких сообщений, ничего сделать не может, не работает в фоновом режиме и так далее. Ничего она не может делать. Вот пока открыли HTML, открыли HTML, у нее есть JS. Вот оно работает. И с этого часто начинает. Кто писал приложение первого типа из присутствующих? Раз, два, три. Ну давайте, не стесняйтесь. Все пусть вас видят. С этого начинается, потому что это кажется простым. Ну, собственно, оно является простым. Ты вроде бы накидал там интерфейсик какой-то, потом написал динамический JS, который там что-то делает. И REST работает волшебным образом. Ты даже токенов вроде бы не видишь. Оно само как-то там получается. Ну, это серьезный очень потолок, потому что как только начинаются более-менее сложные сценарии или более-менее сложный даже интерфейс, или нужно какие-то отчеты серьезные построить, где много данных участвует, вот начинают сюда втыкать костыли, получают проблемы с производительностью и так далее, и так далее, потому что нету хранилища для промежуточных данных каких-то. Неудобно делать какие-то там джойны по накопленным данным. Да вообще ничего неудобно делать. А самое главное, если хочется получать сообщение о каких-то событиях, а есть механизм событий в Bitrix24, сделка поменял, событие пришло, вот это вообще уже не катит. И начинают нас, приходят с простыми просьбами. Ребята, а можно где-нибудь, сделайте вы облако, ну там у себя в Bitrix24, а мы, значит, через партнерский кабинет загрузим пару PHP-шек, там не очень больших, простых очень. И типа, значит, вы у себя это похостите, всю эту историю. Нет, не будет такого в ближайшее время точно. Может быть, мы порекомендуем какую-нибудь виртуальную машину. Надо накапливать, ребята, компетенции в построении веб-сервисов. Вот если вы занимаетесь веб-разработкой, вот это единственный как бы путь. Учитесь делать веб-сервисы, это ваша будет работа на ближайшие годы. Если вы раньше клиентам на бусике делали сайт, что это такое? Вы ему файлики отдали, на хостинг где-то там выложили, ну и в лучшем случае вы ему помогаете подруливать там этим хостингом, а он у него лежит. Вы ему файлики отдали, и все как бы. Потом, правда, все рассказывают, как они делают высоконагрузочные проекты. Вот сейчас вы будете вынуждены делать высоконагрузочные проекты. Это то, в чем нуждается рынок веб-разработки, то, чего все от вас ждут. Потому что вот эта бизнес-логика, которую вы будете клиентам в битрикс24 давать, технологически она построена на веб-сервисах. Я их здесь выделил, разделил на две части. Есть такая штука, и это покрывает на самом деле большой круг задач, когда веб-сервис лежит молча и ждет каких-то событий, происходящих на стороне битрикс24. Роботы, активити бизнес-процессов, вы можете их туда свои добавлять. И когда что-то сработает, мы дергаем обработчик на вашей стороне, на стороне вашего веб-сервиса. И дальше вы из веб-сервиса дергаете REST, там или не дергаете, просто что-то делаете. И веб-сервис отработал, закончился. Очень простая история, хотя на самом деле не очень простая. Я не знаю, Стас Кочурин здесь сидит. Найдите его потом, если получится. И спросите, как они делали веб-сервис по обработке своих активити бизнес-процессов. Он вам часа три будет рассказывать этот челлендж. Идем дальше. Что вообще есть, куда подлезть можно в битрикс24 на REST? Вот в огромное количество мест можно подлезть. Быстренько пробежимся. Атомарные средства автоматизации. На уровне REST вы можете добавлять своих роботов, триггеров, действия бизнес-процессов. Вы можете обработчики писать. А обработчиков у нас до черта и больше. Вот все объекты, которые есть в битрикс24, за редким исключением, у них у всех есть стандартные обработчики. На добавление, на изменение, на удаление. То есть вы можете, слушая эти события, делать сложную бизнес-логику, взаимодействующую с объектами битрикс24. Можно подлезть в мессенджеры в виде коннекторов открытых линий, в виде чат-ботов. Новый сценарий про чат-бота Сергей рассказывал. Мы видим в этом большую перспективу на самом деле. Потому что… А что кто-то у меня там бегает вообще? Нет, это он тормозит. Мы видим большую перспективу на массовом рынке по использованию чат-ботов, потому что немножечко с другой стороны сейчас на них начинаем смотреть. Никому не нужны… Ну, под никому я сейчас подразумеваю вот массовый рынок. Не нужны сложные чат-боты с какой-то сложной логикой, которая будет заниматься продажами или там первой линией поддержки. Вот это вот реально нафиг не нужно. И не получится для малого бизнеса такие вещи сделать. Ну, не получится, не хватит у них компетенции, чтобы таких роботов спроектировать. Они даже процесс такой не смогут сделать. Но им всем нужны маленькие атомарные штучки, которые с них снимут трудозатраты. Менеджер через этот мессенджер продал уже, уже договорился обо всем. Это ручной процесс, не автоматизируемый. А потом запускает чат-боты, которые делают маленькую атомарную функцию. В смысле договаривается о доставке какой-то конкретной, проверяет, можно ли доставлять сегодня по этому адресу, будет там кто-нибудь и так далее. То есть очень простые вещи, реально из двух, трех, четырех вопросов, которые не подразумевают серьезного общения. Но они нужны, эти роботы, в нужном месте, чтобы их можно было в воронку воткнуть. Влезайте. Вот велкам вообще. Что это у нас тут написано? Провайдеры сообщений. Можно добавлять своих провайдеров сообщений. Ну, чаще всего это интеграции с SMS провайдерами. Но если вы вдруг умеете пуши рассылать, можно подлезть с провайдером сообщений, который будет клиентам пуши рассылать. Рекламные рассылки, например, через серию маркетинга делать. Вариантов вагон. Я уж не говорю про телефонию. Вот это частая история с клиентской интеграцией, потому что очень много клиентов живут с офисными АТС. Менять они ее по каким-то причинам там не готовы, не хотят, да и зачем в общем-то. Им нужно интегрировать ее с Bittrex24, потому что они начинают пользоваться CRM-ками. Вот все 90 с лишним текущих интеграций с крупнейшими телефониями, которые сейчас в маркетплейсе есть, они все на рейсе сделаны. Никто там голосовой трафик не гоняет. Все, что нужно от этой интеграции, чтобы телефония сообщала по Bittrex24 о факте звонка. Ну, в лучшем случае карточку поднимала. Вот это вот. Выше крыши. Это нормальный пользовательский сценарий. Никто не ждет, что нужно перенаправлять голосовой трафик в Bittrex24 десктоп. Там лишнее все дело. Здесь куча возможностей для доработок. Работа с контентом. Ну, про это Антон уже рассказывал. Вы можете добавлять свои шаблоны сайтов, в том числе многостраничные, блоки, какие-то делать интеграционные решения. Я показывал на вебинаре, как можно сделать блок с формой бронирования, которое бронирование в календарь в Bittrex24 пробрасывает. Вообще нет, без всяких проблем. Платежные системы, службы доставки. Вот этого всего еще пока нет, но это будет в ближайшее время. Мы эти точки уже предусмотрели, просто пока еще REST не готов. Но можно держать в голове, что как только он появится, вот все, что нужно в магазинах, в облачных, а без службы доставки и оплаты ни один магазин работать не будет, всем нужна будет интеграция. Ну и самое мое любимое. Виджеты, конечно же. Мы даем возможность встроиться не просто с функционалом автоматизации в Bittrex24, мы даем возможность прокинуть туда свои интерфейсы, отраслевые, какие угодно. И виджетов на текущий момент уже до черта. Больше всего, конечно, в CRM. Мы, собственно, с этого начинали. Встройка в гриды в виде дополнительных менюшек, которые в слайдере будут открывать ваш интерфейс. Встройка в карточку, причем у нас есть целая куча мест. Можно свои табы туда добавлять. Вот вам пример действующего решения, очень неплохого в этом смысле. Можно добавлять свои пункты в таймлайн. А на самом деле вы видели сегодня еще одну встроечку в тулбаре. Она появится прямо в ближайшее время. Можно будет добавлять свои кнопки с выпадашками. Вот чего угодно туда втыкаете. Если мы вас открываем в слайдере, вы прекрасно можете дать пользователям возможность увидеть дополнительный интерфейс как бы в режиме одного окна. Отличный сценарий с 1С. Там нет никакой интеграции. Как бы. Ну то есть она как бы есть, но она маленькая. В лучшем случае мы реально пробрасываем контрагента. Вот в момент, когда вот этот слайдер открывается, там прослойка из приложения берет текущего контрагента из сделки и пуляет в 1С. То есть вот в этот момент мы кидаем туда контрагента. Никто там не сидит и не делает полный обмен базами контрагента. Упаси господи. А для пользователя этот сценарий полностью закончен. Он для него является интеграционным, потому что он из одного окна работает с двумя продуктами. Я не буду говорить, сколько заняла разработкой этой интеграции. Чтобы вы не плакали, как можно легко зарабатывать миллиарды денег. И есть такая вообще уникальная штука. Можно встраиваться в карточку CRM в виде пользовательских типов, пользовательских полей. Но все это заключается в том, что вы можете свой интерфейс для редактирования и просмотра полей добавлять. Уже есть решения, которые легко управляют бизнес-процессами, связанными со сделкой. Они просто кнопочки прямо туда рисуют. И пользователь заходит в сделку и по кнопочкам идет по нужному бизнес-процессу. То, что мы не сделали, сделали правильно обученные люди. Так. Ну, собственно, не буду дальше на этом слайде останавливаться. Мест для встройки очень много. Их будет становиться все больше. В календаре, в задачах. Сейчас буквально мы ждем уже обновления REST, которые добавят дополнительную кучу встроек в задачки. Там можно будет табики добавлять, представление свое. Ну, то есть полно мест, куда вы можете влезть со своим интерфейсом, добавить его, решая атомарные, в общем-то, задачи, отраслевые какие-то, необходимые клиентам, без вмешательства в функционал самого Bitrix24. Вы ничего не сломаете, а функционал дадите. Рабочие группы, ну, в общем, короче, их много. Они все есть в документации. Будет интересно, посмотрите. Дерево REST. Я немножечко по-другому к нему подошел. Не стал разбрасывать по модулям. Скорее, здесь такой акцент. Следующий род, я, наверное, его объясню поподробнее. Bitrix24 — это набор инструментов, интегрированных между собой по определению. Почему это важно? Берем мы, например, чудесный какой-нибудь слэк, который интегрирован со всем, чем ни попадя. У них реально очень много интеграций. Но они не дают никогда законченный сценарий, если нужно интегрировать более двух продуктов. Вот приходит клиент, у него есть CRM, не дай бог, там, pipe drive, а задачки они ведут, прости господи, там, во врайке. И тот, и другой по отдельности прекрасно интегрируют со слэком. Они на сификашки кидают там в обе стороны. А как сделать сценарий, чтобы вот появился лид в CRM-ке и нужно поставить задачу ответственному менеджеру? Да никак. Вот несмотря на всю эту обилию интеграции, поскольку это разные продукты, каждый раз эту историю нужно пилить ручками. Когда мы говорим про Bitrix24, все эти инструменты изначально интегрированы. Вы можете добавлять туда бизнесовые сценарии, пользуясь тем, что интеграционные сценарии уже сделаны. И нужно просто понимать, а какие инструменты для вас, как для разработчика, доступны, с чем вы можете работать. И что есть в Bitrix24? Ну, прежде всего, это инструмент управления информацией. Где данные хранить? А вот здесь. На диске, в хранилищах приложений, в универсальных списках. Это все инструменты для вас. Как пользоваться коммуникациями? Я сейчас даже не говорю о том, что нужно своих провайдеров там писать или свою интеграцию с телефонией. Вы можете этими инструментами пользоваться для решения других задач. Есть несколько решений, которые строят бизнесовые отчеты по телефонии. Они вообще не знают, с какой телефонии пользователь работает. Им начихать на это. Он сегодня работает с мангой, завтра перешел на мегафон, аналитика будет работать, потому что мы интеграционную часть решили, а вы уже работаете с теми данными, которые телефония в CRM-копор бросила. И не думайте о телефонии как таковой. То же самое касается мессенджеров и прочего. Чат-бот вы пишете, он будет работать со всеми коннекторами открытых линий, с WhatsApp, с Instagram, завтра еще что-нибудь появится, KitKat какой-нибудь тоже с ним будет работать. Управление компанией. У вас есть вся информация о пользователях, у вас есть информация о структуре компании, вы все это можете закладывать в бизнесовый сценарий. Конечно, та часть, которая касается исполнительской дисциплины, по задачам вообще есть все. Можно, я не знаю, на основании труда затрат, через генератор документов, автоматически в сделку добавлять таймшит, когда сделка переводится в статус, я не знаю, готова к оплате. Нету таких сценариев и не будет никогда в продукте, потому что они кастомные, они для конкретных клиентов, для нишевой какой-то аудитории. Но есть инструменты, на основе которых вы эти сценарии можете построить. И делать придется, в общем-то, достаточно мало. Огромная куча инструментов, связанных с продажами. Я их отдельно выделил в это дерево, потому что их реально много. Начиная с CRM, которая REST очень хорошо охвачена. Заканчивая магазинами, которые сейчас мы будем сильно REST. Он уже есть на самом деле, он тестируется, будет выходить в ближайшее время. REST для магазинов, потом REST для торгового каталога. У вас куча возможностей. Раньше вы связывали бусик с Bittrex24. Сейчас вы можете делать сценарий прямо в Bittrex24. Интеграционный вопрос отпадает. И так далее, и так далее. То есть все эти вещи, они доступны, ну вот прямо сейчас. Осталось только найти нужный сценарий. Что делать? Куда идти? Есть только две поляны на самом деле. Есть та же самая поляна услуг, которые вы все привычные. Это разработка под конкретного клиента. И перечень топиков для вот этих работ, он тоже очень большой. И денег там нормально. Потому что всем нужны хоть какие-то доработки, всем нужны какие-то интеграции. Никто не пользуется одним продуктом. Ну так не бывает. И есть любимая мной продуктовая история. Если вы решите перейти на как-то третьи небеса, то добро пожаловать в разработку приложений на REST. Готовых решений для клиентов на широком рынке, скажем так. И здесь вот, кстати, мы видим большую перспективу. Вот то, что я называю отраслевыми решениями. Законченный продукт, который полностью закрывает потребности конкретной отрасли. Пример такой кейс. Вот есть чувак-парапланирист. И он продает свои услуги, обучение и организации коммерческих запусков на параплане. Вот это он умеет, а продавать он не умеет. И вот в какой-то момент он дозрел уже до этой самой CRM. Что нужно ему дать для автоматизации? Учить его настраивать CRM, посылать его мануалы читать. Но он не умеет этого делать. Ему нужно дать готовое решение, которое он себе поставил. И оно его научило, что ему дальше делать. А для того, чтобы так было, вы должны все аспекты охватить. Вы должны ему и преднастроенную CRM дать. А на REST это можно сделать частично и скоро можно будет сделать целиком. Можно будет и карточку за него настроить, и роботов разложить. Но сейчас можно обойтись инструкцией подробной. Прекрасный способ. Вы не внедряете ему, понимаете? Не внедряете. Здесь нет услуги. Вы ему дали инструкцию. Если он тупой и не понял, значит он не ваш клиент. Нужно понимать, что когда вы работаете с массовым рынком, вы не можете захватить всех. Захватите часть. Этого будет достаточно. Слушайте, Сергей, ты, наверное, хочешь остаться без вопросов. Я без вопросов? У тебя одна минутка еще осталась. Ну ладно. Когда вы дозреете, то вся документация есть. Главная точка входа вот здесь. Вы можете и курсы почитать, и даже посмотреть, и вебинарчики посмотреть. Можете присоединиться к комьюнити разработчиков. И там пообмениваться опытом. Есть куча групп тематических. Велкам. Это открытая комьюнити. Готов к вопросам. Ура. Буквально один вопрос. Вот один вопрос, смотри. Вот здесь ты про Россию. Один из зала потом еще можно? Нет. Ты про Россию, да, в основном, говорит. А можно ли сделать как-то и как продавать тиражные решения для других стран? Правильный вопрос, ответ на который будет в моем втором докладе. Порой подписан. Спасибо. Спасибо.